Депздрав сообщает о смерти еще четырех пациентов с COVID-19. Скончались оскольчанки 1955 и 1957 годов рождения. 89-летний старооскольец и 80-летний курянин. Все четверо проходили лечение в окружной больнице Луки Крымского. Всего с начала пандемии на Белгородчине в официальной статистике смертей после COVID-19 тысячи пять человек, 262 из них – старооскольцы. За последние сутки в области прибавилось 142 положительных теста. Лечение в COVID-госпиталях проходит 1604 пациента, в том числе 36 из них находятся в реанимации. Полный курс вакцинации завершили 646 тысяч жителей региона, 712 с половиной тысяч получили первый компонент. В нашем округе привились 100 тысяч 376 человек. Ликвидация ЗАГСа, бюджет, перечень тарифов на платные услуги образовательных и спортивных учреждений, передача госимущества, муниципальную собственность. Эти и другие вопросы рассмотрели на очередном заседании депутаты местного совета. Также они внесли ряд изменений в положение об оплате труда и социальных гарантиях лиц, замещающих муниципальные должности в контрольно-счетной палате. Приняли решение, согласно которому продлению договора на размещение инстационарного торгового объекта теперь не потребуется проведение аукциона. Отчет об исполнении бюджета округа за первое полугодие депутатам представила замглавы администрации Надежда Кудинова. Итоги шести месяцев с профицитом в 107 миллионов рублей. А вот в плановом периоде 2022-2023 годов расходы вновь превышают доходы. Дефицит составляет 376 миллионов и 784 тысячи рублей. Ожидается, что доходная часть составит 11 миллиардов 86 миллионов рублей, а расходная – 11 миллиардов 462 миллиона. Большинством голосов депутаты приняли изменения. Дополнительные средства направят в основном на строительство и ремонт образовательных организаций, социально-культурных объектов, строительство инженерных сетей, ремонт автомобильных дорог. На заседании Совет решил судьбу ЗАГСа. С 1 декабря он станет функциональным органом администрации. Существующее юрлицо ликвидирует. При этом порядок регистрации для граждан останется прежним. Не вызвали возражений поправки в положение о контрольно-счетной палате. Изменения коснулись статуса должностных лиц, их материального и социального обеспечения, порядка установления штатной численности, а также квалификационных требований. Внесены новшества в положение о предоставлении имущества, находящегося в муниципальной собственности. Теперь решение о передаче в аренду или иное пользование будет принимать Департамент имущественных и земельных отношений, а администрация займется предоставлением муниципальных преференций. Важная поправка коснулась правил размещения нестационарных торговых объектов. Вносимым проектом решения предлагается в порядке предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории Староскольского городского округа, утвержденным решением Совета депутатов Староскольского городского округа 31 января 2018 года номер 65 предусмотреть возможность продления договоров на размещение нестационарных торговых объектов без проведения процедуры аукциона. Утвердили депутаты и новые тарифы на платные услуги муниципальных образовательных и спортивных учреждений. Из 218 тарифов 40 остались неизменными, остальные проиндексированы. В абсолютном выражении рост 104,1% выражается незначительно в повышении тарифа. Например, занятия по дополнительным образовательным программам для учащихся первых 11 классов по направлениям русский язык, математика, химия, физика, биология. При наполняемости группы от 15 до 19 учеников включительно тариф возрос на 1 рубль с 25 до 26 рублей. Также депутаты решили вопрос о передаче из государственной собственности Белгородской области в муниципальную здание новой школы в микрорайоне Степном. Единогласно согласовали кандидатуру Сергея Плутахина на должность директора управления жизнеобеспечением и развитием Староскольского городского округа. Рассмотрели ряд процедурных вопросов. В ближайшую субботу, 4 сентября, Совет проведет торжественное заседание в здании театра. Традиционно здесь будут вручены свидетельства о занесении на городскую доску почета. Анна Семенова, Алексей Грачев, Евгений Сазонов, 9 канал. В Белгородской области завершился купальный сезон. В 2021 году на водоемах региона погибли 24 человека, пятеро из них дети. В Староскольском городском округе в статистике смертей на воде пятеро взрослых и один ребенок. Купальный сезон 2021 выдался для спасателей напряженным. Аномальная жара и закрытие авиасообщения с привычными летними курортами способствовали наплыву отдыхающих на пляже города. Пришлось даже привлекать к патрулированию не только силы ГИМС, ГОИЧС, а также управление образования, комиссии по делам несовершеннолетних, полиции, студенческого корпуса спасателей и волонтеров. Но это, к сожалению, не помогло избежать гибели на воде. В 2021 купальном году погибло 6 человек. Из них один ребенок, к сожалению, 15 лет. Он не умел плавать, но зачем-то они полезли в воду, взяли маску и, видать, может быть, хотели раков половить или еще что-то там понырять. Остальные пять погибших – мужчины. Все не отдыхали на водоемах в состоянии алкогольного опьянения. Купальный сезон заканчивается 31 августа по постановлению правительства Белгородской области. Но, конечно же, если жара будет продолжаться, стоять жаркая погода, то, конечно же, спасательные посты будут продолжать функционировать и обеспечивать всю полную меру безопасности для наших граждан, чтобы те, кто будет купаться, даже в сентябре месяце, чтобы они отдыхали и купались безопасно, конечно. В последний день лета поздравления принимают представители одной из самых гуманных профессий – ветеринары. В коллективе Староскорской станции по борьбе с болезнями животных 99 сотрудников, 56 из них – врачи. Сегодня автопарк государственной ветслужбы пополнился специализированным автомобилем скорой ветеринарной помощи, единственным на Белгородчине. Я с удовольствием, с огромным удовольствием в этой торжественной обстановке хочу вручить ключи от автомобиля скорой ветеринарной помощи одному из опытнейших водителей государственной ветеринарной службы Матусову Юрию Сергеевичу. Спасибо. Поздравляю. Вот такой подарок стоимостью 3 миллиона 300 тысяч рублей приобрела для Старого Оскола областная ветслужба. Этот экземпляр кареты скорой ветеринарной помощи – единственный на Белгородчине, подчеркнул начальник Староскольской станции по борьбе с болезнями животных Валерий Сорокин. Автомобиль укомплектован специальным ветеринарным оборудованием и средствами для оказания неотложной помощи животным на выезде. В машине всё необходимое для проведения клинических исследований, диагностики операций, а также комфортной и безопасной доставки пациентов с контролем состояния для дальнейшего лечения. Оборудован к хирургическим столу. К нему, естественно, хирургические инструменты полностью, стерилизатор. Далее есть кислородный аппарат для кислородной терапии. Если же животные, всё-таки мы приезжаем и понимаем, что нужно животное транспортировать в клинику, для этого предназначена переноска и клетка. Портативный аппарат УЗИ для определения или подтверждения диагноза. Большой набор медикаментов и инструментов для работы. Термосумка и холодильник для транспортировки биоматериала в лабораторию. Важный для обработки мини-операционный, рукомойник и ещё чемоданы необходимых средств. Этот столик поднимается, то есть на этот столик же или на этот же, или на этот стол мы можем уложить пациента для проведения с ним манипуляций. Он поднимается, то есть если клетка не нужна, клетка убирается отсюда. Также есть носилки довольно удобные, если крупное животное, естественно, на руках и транспортировать, ложится на носилки. И, конечно же, самое главное – возможность оперативного вмешательства при серьёзной травме или пожелании у владельцев. Падение с высоты, автомобильные травмы. Благодаря оборудованию, которое находится в этом автомобиле, мы можем сразу же поставить диагноз, уже тоже УЗИ исследования можем провести, то есть определить наличие каких-то повреждений внутренних и уже решить, можем ли мы транспортировать животное или оказывать помощь непосредственно на месте. Этот автомобиль позволяет это сделать. Также Староскольская станция вооружилась ветеринарными инъекторами дистанционного воздействия. Они используются для оказания помощи агрессивным, диким животным, обитателям зоопарка, тем, кому требуется медпомощь, но их состояние не позволяет специалисту подойти. Механические пороховые газовые спецсредства предназначены для работы даже с самыми крупными животными. «Вот это инъектор американский Ай-35. Дальность воздействия его составляет 70 метров. Это пороховой. Посредством порохового заряда доставляется шприц, дротик с препаратом до животных. Представлены здесь дротики различных объемов. Все эти средства рассчитаны на разные виды животных, вплоть до самых крупных и слона». Сегодня на территории Староскольского городского округа содержится 17 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота, 6,5 тысяч кроликов, 2 миллиона птиц и более сотни лошадей. Нормальная работа ферм и птицефабрик невозможна без качественного контроля, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Профессиональным праздником Староскольских айболитов поздравил начальник департамента агропромышленного комплекса и развития сельских территорий администрации округа Владимир Нечаев. «Ветеринарная служба всей нашей большой страны, в том числе и Староскольского городского округа, является неотъемлемой частью агропромышленного комплекса нашей страны. Прежде всего вам здоровья, еще раз здоровья, здоровья много не бывает, удачи, финансовое благополучие, ну и успехов на работе. И чтобы данный автомобиль, который сегодня заступит на работу в вашей службе, приносил пользу не только работникам, но и всему населению Староскольского городского округа. Еще раз праздником вам мира, добра и счастья вам». Станция работает ежедневно с 8 до 8 без праздников, перерывов и выходных. Скорая ветпомощь выезжает к животным по всей территории Староскольского городского округа, а при необходимости и в другие муниципалитеты Белгородчины. Телефон для обращения 22 13 89 и 8 980 328 69 39. Качественная скорая помощь для любимых питомцев. В преддверии профессионального праздника мы взяли интервью руководителя ветеринарной службы агропромышленного комплекса «Промагра», входящего в состав Сибагра. Ее недавно возглавил специалист головного офиса компании Николай Махата. «Я хочу поздравить всех с одним из важнейших праздников в нашей сфере – День ветеринарного работника Российской Федерации. Пожелать всем здоровья сибирского, удачи, счастья, чтобы не болели». Сразу с поздравлений коллег с профессиональным праздником начал наше интервью Николай Махата. Главный ветврач родом из Сибири, много лет работал на Томском свинокомплексе компании. Под его началом были все животноводческие подразделения предприятия. И совсем недавно после перехода «Промагра» в число предприятий Сибагра переехал на Белгородщину. Теперь здесь формируют новую ветеринарную службу. «Сейчас мы принимаем молодых специалистов. Сейчас закончили учебу в университетах. И вот с ними вместе, с этими молодыми ребятами, мы сейчас постараемся решить все существующие на сегодняшний день проблемы. Поголовье растет, с каждым днем наращиваем количество животных. Врачей, к сожалению, не так много приходит. И всю эту массу им приходится обслуживать именно тем количеством, которое сейчас они есть. Главное, чтобы свиньи были здоровыми, давали привесы, сотрудники получали достойную заработную плату. И все будет хорошо». На сегодняшний день штат ветслужбы небольшой – 17 человек. А нужно вдвое больше. Поэтому объявлен большой набор специалистов после техникумов, институтов, без опыта работы и из других городов и регионов. «В настоящий момент для ветеринарных специалистов – это вообще, я хочу сказать, какое-то золотое, наверное, время. Потому что сейчас, выйдя из института, даже не имея за плечами никакой базы, никакой опыта работы, они сейчас на расхват. Поэтому я вот им всем говорю, сейчас студентам, кто приходит, главное – сделайте правильный выбор. Потому что сейчас это именно то время, их время. А правильный выбор – это, как раз я им говорю, это наша компания». Сибагра сегодня – одна из крупнейших и эффективных компаний России. Активы в Белгородской области расширяются, увеличивается поголовье. На площадке требуются ветеринарные врачи и зоотехники-селекционеры. Работа в компании – это достойная зарплата. Полноценный соцпакет, льготное питание, доставка на работу транспортом компаний, социальные программы, насыщенная корпоративная жизнь. Идея увековечить память поэтов Владимира Нешумова и Лиры Абдулиной близка к завершению. Уже готовы мемориальные доски, которые будут установлены на доме номер 3А в микрорайоне Весеннем, где жили супруги. Согласие жильцов получено. Теперь дело за Советом депутатов. В этом доме с 1984 по 1987 год жила Лира Абдулина. В этом доме с 1984 по 2008 годы жил Владимир Нешумов. Две гранитные таблички почти готовы. Муж и жена смотрят в одну сторону. Как при жизни. Про таких говорят на одной волне. Увековечить память конструктора космических кораблей, поэта Владимира Нешумова и журналиста, поэтессы Лиры Абдулиной взялся оскольский мастер-гравер Валерий Шевцов. Именно в старом осколе после скитаний по городам в 80-е годы осели репрессированный инженер Нешумов с супругой. Здесь и закончился их земной путь. Женщина с говорящим именем Лира была ослепительно красивой в молодости. Но художник посчитал правильнее показать ее именно на исходе жизни. Мы нашли одну из последних фотографий. Графически она устраивала. Насколько она хороша, насколько она здесь узнаваемая для какого-то человека, я не могу судить. Есть другие фотографии, где она более молодая, можно сказать, более привлекательная, по-другому выглядит. Все мы стареем, меняемся. Но именно в эти годы она здесь проживала. И в эти годы ее такой знали и такой запомнили. Если гранитную табличку с именем Лиры Султановны мастер сделал за неделю, то другую долго утверждали, согласовывали снимки. Результат второй жене Владимира Нешумова старооскольской скрипачки Татьяне Кузьминишне понравился. Она уверенно оценит его и жильцы дома номер 3А в микрорайоне Весенний, где установят мемориальные доски. Очень рада то, что они существуют теперь, эти таблички. И то, что создали их люди, которые неравнодушны были к этому. Очень много жильцов, которые его хорошо знают, и Лиры Султановны хорошо знают. Доску с именем Абдулиной мастер сделал за свой счет. 15 тысяч рублей на вторую пытались найти с февраля. Безрезультатно. Ситуацию спас меценат, пожелавший остаться неизвестным. Который выделил необходимую сумму на изготовление второй таблички Владимира Нешумова. На табличку нанесена последняя буква. Еще несколько штрихов, и работа закончена. Теперь слово за советом депутатов. Именно они должны дать добро на размещение памятной доски на доме. Лариса Ульяненко, Александр Гончаров, Евгений Сазонов, 9 канал. На территории округа полным ходом идет реализация проектов победителей грантового конкурса «Наш город – Старый оскол», инициированного депутатом Белгородской областной думы и председателем совета директоров группы компании «Славянка» Сергеем Гусевым. На финансирование 14 проектов направлено более 8 миллионов рублей. Каждая из программ имеет важное значение для жизни округа. Образование, спорт, медицина, развитие комфортной среды. Сразу несколько касаются сферы культуры. Один из проектов «Выходные со славянкой» запустил Центр культурного развития «Горняк». Концерт с доставкой на дом или «Выходные со славянкой». Шумное, веселое действие в сквере имени Пушкина собрало жителей со всей округи. Одни с удовольствием подпевали артистам, другие сразу же включались в активные игры. А детвора не отходила от Левушки и Степа. Тем более, что сладкие гости угощали всех конфетами. Кто тебе больше, Левушка или Степ понравился? Степ. Почему? Потому он англевый. Хотелось бы, конечно, чтобы почаще такие были мероприятия, чтобы детям было весело и взрослым. Совместить приятное с полезным можно было на мастер-классе по изготовлению закладок. Здесь собрались те, кто за лето соскучился по школе. Я просто соскучился, я люблю учиться. Это будет закладка для учебника по математике. Очень нужны такие мастер-классы, очень интересно, очень познавательно для детей. И даже вот мне, бабушке, очень интересно. Грантовый проект ЦКР «Горняк» пришелся по душе всем, без исключения зрителям. Супер! Особенно вокально-цембль «Акро». Замечательная программа, как можно больше. Молодец, славянка. Замечательный проект. Ура, ура, ура. Проект «Горняка» – один из 14 получивших поддержку и финансирование грантового конкурса «Наш город Старый Оскол». Это проектная работа, которая стала победителем конкурсного гранта компании «Славянка». Она предусматривает 18 площадок интерактивно-передвижных по разным сельским территориям, городским территориям. Также для этого проекта были созданы различные костюмированные персонажи. Это костюм левушки, костюм степа, костюм сладкой зефирки. И, конечно же, отличное настроение дарят все коллективы ЦКР «Горняк». На этом у нас все. Впереди прогноз погоды. Я, Анна Семеновна, прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи на 9-м канале. В студии Мария Шелепова. Здравствуйте. Из жаркого лета в пасмурную осень. К началу учебного года на районы Европейской России переместится циклон с юго-востока Европы. К концу недели от лета останутся лишь воспоминания. На территории Черноземья похолодает. Придут дожди и резкий ветер. По данным гидрометцентра, в среду 1 сентября в Старом Осколе небольшая облачность без осадков. Температура воздуха днем около 25 градусов выше нуля. Ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Ночью плюс 16, плюс 17. Атмосферное давление 741-743 миллиметра ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова